Привет! Это будут три суровые истины о YouTube, если вы хотите запустить свой YouTube канал в 2023 году. Многих ждет разочарование, но те, кто будут самыми стойкими и готовы к трудностям, смогут добиться успеха на YouTube. Это советы начинающим ютюберам. Первый совет, первая объективная данность состоит в том, что развитие канала вашего будет не таким быстрым, как вам бы хотелось. Потому что 85% просмотров всех видеороликов на платформе YouTube приходится всего на 3% каналов на YouTube. Представьте, лишь 3 канала из 100 собирают 85% трафика. Как вам такие цифры? Входит ли ваш канал в эти 3%? Пока еще очевидно нет. Поэтому нужно пилить и пилить и пилить. Пилите, Шура, пилите! Развитие канала будет небыстрым. И здесь важно выработать последовательную контент-стратегию. Конечно, вы видели уже много кейсов и историй о том, что тот или иной канал раскрутился за месяц, за два, он быстро начал набирать трафик и вышел на хорошие просмотры. Но поверьте, это не правило, это исключение. И далеко не факт, что у вас будет точно так же. Естественно, если вы будете запускать канал с короткими видео, с шортс, там развитие будет намного более быстрым. И если там трафик прирастает медленно, то проблема в том, что вы делаете что-то неправильно. Другое дело, как конвертировать этот трафик в деньги, это уже отдельная история. Там это труднее. Если мы говорим про классический контент, про длинные видеоролики, и вы создаете YouTube-канал, на котором будут длинные видеоролики, там не ждите моментального результата в большинстве случаев, потому что на YouTube уже в принципе так или иначе заняты и охвачены все ниши. Это не значит, что там нечего больше делать. Всегда есть интерес аудитории, всегда есть дефицит контента по определенным темам, всегда есть движение трендов, появляется что-то новое. Если вы запускаете свой канал в 2023 году, это не значит, что все занято и негде не о чем снимать видеоролики. Всегда появляются возможности, их нужно видеть. Но это не те возможности, когда вы пришли на пустое пространство, где миллионы людей ждут именно ваш видеоролик. Вам придется захватывать аудиторию и доказывать то, что ваш контент является качественным и оправдывает ожидания аудитории. И это вы сможете сделать по объективным данным за полгода, за год, не меньше. Вторая данность, которую необходимо принять. Деньги будут приносить не те видео, которые в вашем представлении должны быть наиболее крутыми. Здесь все работает не так. Вы можете думать одно, а ваша реальная целевая аудитория, ваши зрители могут предпочитать совсем другой контент. Поэтому здесь важно понимать, какие подходы к созданию контента являются наиболее действенными. Давайте я приведу вам пример. Хорошо работают следующие подходы к подаче видеоролика. How to, как сделать что-то. FAQ, то есть какие-то инструкции, ликбезы и так далее. Сравнение. За и против. До и после. Например, там топ кроссоверов до миллиона рублей. Это тоже вариант скрытого сравнения. Есть эффективные типы контента. Они специфические для разных тематик и для разных ниш. И я убежден, что вы видели эти типы контента у ваших конкурентов. Вы видите, что вот такие видеоролики набирают просмотры и заходят. А вот такие видеоролики никому не интересны, их просто не смотрят. Здесь путем конкурентного анализа, путем проб и ошибок, когда вы выпускаете видеоролики на вашем канале, вы начинаете замечать, какой контент работает, а какой контент не работает. И для того, чтобы конвертировать ваш трафик и потенциал ваших роликов во что-то значимое, будь то деньги, в том числе и от монетизации, будь то лиды, заказы, подписки и так далее, нужно выпускать эффективный контент. То есть тот контент, который предпочитают зрители. И это далеко не всегда то, что в вашем представлении может быть эффективным контентом. Кто-то скажет, какие нафиг сравнения? Это вообще дилетантство, так не должно быть. Этот контент смотрят глупые люди. Ну, например, да, я сейчас не претендую, просто привожу абстрактный пример. А зрители такие, о, блин, сравнение, клево, пойду посмотрю сравнение. И так, например, миллионы людей действуют. А так, как вы считает, ну, 10 тысяч людей. Какой контент будет эффективней? Анализируйте контент, подходы с точки зрения зрителей вашего канала. Надеюсь, что смог это донести. Это была вторая данность. И мы переходим к третьей данности. Никому нет дела до вас и до вашего канала и вашего контента. И так будет до тех пор, пока вы не построите сообщество. Уже в сообществе будут возникать совершенно другие взаимоотношения автора и зрителя. Потому что когда вы строите сообщество, вот мы здесь строим сообщество ютуберов, которые говорят на русском языке, создают свои ютуб-каналы, ведут эти каналы, зарабатывают на них или хотели бы зарабатывать. У нас сообщество, мы обмениваемся информацией. Я стараюсь для вас готовить информацию. Вы делитесь со мной информацией. Мы организовываем там чат школы YouTube. Мы организовали закрытый чат, где есть и начинающие ютуберы, и авторы каналов-миллионников. И все обмениваются информацией, все обмениваются своим опытом, показывают кейсы, рассказывают, как лучше работать, набирать просмотры, как эффективнее, как лучше монетизировать. На какой счет, в каком банке выводить, где открыть отсенс. Закрытый чат, кстати, по ссылочке в описании есть. Это сообщество. И вот там уже возникает совсем другого рода отношение. То есть там люди заинтересованы во взаимной помощи, взаимной выручке. И когда возникает вот это вот братство, единство и заинтересованность, когда вы делаете что-то полезное для сообщества, для того, чтобы оценить эту пользу, нужно поставить себя на место участника сообщества. Это не обязательно информация. В нашем случае да, но есть каналы, которые рождают эмоции. Это тоже очень важно. Если это какие-нибудь скетчи, или, может быть, это каналы, которые просто показывают красивую природу. Тоже вариант построения сообщества, то он нелинейен, разные бывают сообщества. Но очень важно понимать, чем вы полезны вашему сообществу, как вы его строите, кто эти люди. И когда это сообщество строится, тогда уже ваши подписчики за вас горой, они будут вовлекаться в ваши истории и поддерживать вас. Пользуясь случаем, дорогие друзья, я хочу выразить вам искреннюю благодарность за ваше участие и поддержку нашего проекта, моего канала «Канаден», нашего сообщества. Это наше общее дело. И мы строим его, каждый выполняя свою роль. Вы ставите лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. За это вам спасибо. Делитесь информацией. Отдельная благодарность тем, кто присылает мне какие-то интересные вещи. Мы пытаемся разрешать проблемы и часто делаем это удачно. Мы тестируем огромное количество разных гипотез. Я каждый день общаюсь с авторами, регулярно общаюсь с сотрудниками YouTube для того, чтобы собирать информацию, обрабатывать, проверять, находить нестыковки, находить какие-то интересные схемы и рассказать вам, естественно. Так работает сообщество. Это взаимообмен, когда мы стараемся сделать и дать что-то полезное. И, соответственно, нам возвращается это в той или иной форме. Поэтому вот эти три суровые истины о YouTube следует принять, если вы начинающий автор, никогда не упускать их из вида и понимать, что они есть, они никуда не денутся. Я надеюсь, что эта информация будет для вас полезной и практически применимой. А если у вас есть дополнения к этому, пожалуйста, в комментариях изложите их. Я и другие зрители будем очень признательны вам за это. Спасибо, с вами Коноден. Говорим про YouTube. До встречи в следующем ролике. Пока. Топ кроссоверов Дова. Ну да, конечно. Чем я видно? Ну тогда уж покажись целиком. А то и в одежде с одной стороны показалось, и только пятой точкой. Пройди. Давай, только сделай это красиво, как ты умеешь. Ну все. Сейчас отпишется 2% девушек, которые смотрели мой канал. Ну если ты извинишься на камеру, подпишется еще процентов 50 новых парней. На чем мы остановились? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...